Слава Богу, братья и сестры! Очень рад и чуть переживаю. Очень рад, что впервые нахожусь в городе Киев. Я сам с нашей командой с Черновецкой области. Очень красивые люди, духовные. И я рад, что даже в Киеве, вдали от Черновецкой области, находятся тоже братья и сестры. Я хотел бы прочитать одно место из Писания, Евангелие от Иоанна, 15 глава, 1 стих. Я, если мистинная виноградная лоза, а Отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, но всякую приносящую плод, очищает, чтобы боли принесла плода. Вы же очищены через Слово, которое я проповедовал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не прибудет во мне, извергается вон, как ветвь и засохнет. А какие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если прибудете во мне, и Слово Мое в вас прибудет, то чего не пожелаете, простите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода, и будете моими учениками. Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас. Прибудьте в любви моей. Амин. Очень рад за то, что Бог позволяет нам иметь с Ним очень тесные отношения. Когда я изучал некоторые религии, то у них отношения с их Творцом как бы не такие тесные, как у христиан с их Творцом. Например, мусульманы говорят, что, чтобы попасть в ихний рай, Аллах извергает людей в ад по его желанию, по его настроению, или в ад. Если Аллах как бы на позитивном настроении, посылает в рай. Если нет, в ад. И как бы нету каких-то принципов. А у нас, у христиан, как бы есть обетование, которое мы можем исполнять, и мы имеем обетование о том, что имеем жизнь вечную. Я рад за то, что Бог нас призвал из этого мира и поменял нашу жизнь. Много людей в этом мире как бы живут без надежды, без обетований, и многие теряют смысл жизни. И не знаю, как много вы цените то, что вы спасены, то, что вы можете посещать церковь, то, что вы можете общаться с Богом, но те, которые приняли Христа, те, которые пришли как бы из мира, которые почувствовали на себе тяжесть греховного мира, и пришли к Богу, могут с уверенностью сказать, что жизнь с Творцом и обетование, которое Он дает, намного счастливее или намного лучше, чем та похоть или те вкусы мирские. То, что я хочу сказать этими стихами, то, что Бог дает нам возможность иметь с Ним очень тесные отношения. Например, как лоза и ветвь. И как бы это одно жило, одна вена. То, что берет ветвь, или то, что берет... То, что берет лоза из земли, ветвь вбирает в себя и приносит род, приносит плод. Также мы и мы в этом мире нуждаемся, чтобы быть в тесных отношениях с Богом, чтобы приносили плод. Знаю, что каждый из нас борется с плотью, борется с грехом. И очень часто нету сил. Нету сил бороться с самим. Но сила наша в Боге. И я хочу призвать вас, чтобы вы как бы поблагодарили Бога за эти отношения. Я не знаю, как вы относитесь к молитве, но молитва также очень драгоценное как бы благословение. Мы можем общаться с Богом. Мы можем Ему передать наши эмоции, наши переживания. И Бог – это личность. И, например, если мы смотрим на жизнь Иисуса Христа, то Он фарисеев и книжников любил, но не любил их необычаи. Все, что они делали, они делали вне Бога. То есть, у них были неправильные как бы желания или цели того, что они делали. И в этом стихе как бы Бог говорит нам, что если мы будем в Нем и будем насыщаться от Него, то мы не сможем сделать ничто другое, что Он говорит. Иисус не раз говорил, что то, что Он делает, делает то, что видит от Бога. То, что Он говорит, говорит то, что слышит от Бога. И я желаю, чтобы каждый из нас, которые сегодня находимся здесь, жили такой же жизнью, как Иисус. И это сложно. Говорит Иисус, что Он есть пастырь, и когда Он зовет овец, овцы приходят. А если приходит чужой и зовет, они не откликаются, потому что овцы как бы узнают Его голос. Все, что я хотел сказать этими вещами, то, что мы должны быть более благодарными Богу за то, что Он дает нам возможность иметь с Ним отношения. Бог – это личность. Бог тоже имеет эмоции. Бог – как бы не какая-то сказка, не какой-то миф, в который люди часто верят и думают, что сделаю какие-то традиции, обычаи и буду спасен. Нет. Спасение – это как бы личное отношение с Христом. И говорится седьмой стих. «Если пребудете во мне, то есть, если будете иметь со мной отношения, связь, и слово мое в вас пребудут, то, чего не пожелаете, просите, и будет вам». Знаю, что многим понравится больше эта последняя часть стиха. «То, чего не пожелаете, просите, и будет вам». И есть много картинок, которые там пишут, вот эту часть стиха, и как бы «Вау, простите, что хотите, Бог даст». Но здесь есть принцип. Кто пребудет во мне, кто будет иметь со мной связь, простите, и я вам дам. И это очень как бы очень без этого принципа можно сказать никуда. Не в рай, не в благословенную жизнь. Без Бога этого мы не будем иметь. Я хочу, чтобы в этой молитве мы попросили Бога, чтобы ставили больше цену на отношения с Ним. На молитву, на пост, на медитацию. Это то, что я не имел раньше, то, чего многие люди сегодня не имеют. Даже многие христиане этого не имеют. Но спасение базируется на отношениях с Христом. Я хочу в этой молитве, чтобы мы пришли и помолили Бога, чтобы Он нам помог приносить больше плода. У каждого из нас есть дары, есть таланты. Даже если встречаются люди, чуть-мои пожилые, говорят, да куда мне еще трудиться. Я старенький, может нету здоровья, может нету возможности. Но, например, то, что я пришел к покаянию, в этом большая заслуга одного, можно сказать, человека, которому было 48 лет. Многие в эти годы уже опускают руки и говорят, что мне уже больше ничего делать. Но он использовал свой дар, свой дар как бы наставления. я хочу побудить вас, вы поняли, что если мы будем иметь отношения с Творцом, мы не сможем сидеть так. Ну, это не в прямом смысле. Мы не сможем сидеть сложа руки. Нас будет водить, будет как бы двигать нами Дух Святой. И говорит Иисус, что вот принципы. Если вы прибудете во мне и будете иметь отношения, вы будете автоматически приносить плоды, то есть если хочешь узнать, если твой брат, сестра пребывает во Христе, посмотри на его жизнь. Приносит он ли плод или нет. Плод это не означает только быть здесь, на сцене, проповедовать или петь или другие служения. Плод это как бы развивать то, что тебе Бог дал, твои таланты, твои дары. Давайте придем в этой молитве. В первую очередь поблагодарим Бога за эту возможность иметь отношения, во вторую очередь, чтобы Бог нам помог приносить плоды. Говорится восьмой стих «Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками». Как бы через нашу жизнь Бог прославится, через наши плоды Бог будет прославлен. Давайте встанем на наши ноги и помолимся за эти желания. отец, отец, отец. Продолжение следует...